Для чего нужна математика? Естественно, для того, чтобы построить дом в Майнкрафте. А также посмотреть, сколько у тебя кубков в Бравл Старс, посчитать, сколько нужно нафармить крипов в Доте 2 до 10 минуты, и многое другое мы еще сегодня обсудим в нашем видеоролике. Потому что сегодня мы будем понимать математику, чтобы прям хорошо отлетало от зубов, выскакивали всякие логарифмы, синусы, косинусы, углы, плюс признаки треугольников, все, что бы у нас помещалось в нашу голову. Если ты себя считаешь, что ты не ок в математике, то после этого видоса ты просто начнешь любить математику, я на это надеюсь, по крайней мере. Я не отвечаю полностью за 100%, но 98% зрителей, которые посмотрят, они точно полюбят. Вот вам. Респект. Соответственно, перед тем, как мы начнем видеоролик, я хочу попросить вас поставить лайкосик и также подписаться на канал, и плюс написать в комментариях, какой аспект математики вы, так скажем, сильнее всего не понимаете и хотели бы понять. Возможно, в следующий раз мы сделаем видеоролик по этой тематике. Собственно, давайте же начнем видеоролик. Первый пункт, у нас будет всего три пункта, чтобы понимать математику, что необходимо. Первый пункт, это необходимо понять, для чего тебе нужна математика. Почему я начал свой разговор с Доты 2, с Бравл Старс, с Майнкрафта? Потому что ты, в принципе, понимаешь, чтобы построить здание в Майнкрафте, необходимо 9 штучек, 9 блоков поставить по длине, 9 блоков по ширине, например, и потом можно посчитать, сколько понадобится всего блоков, чтобы заполнить все пространство. 9 умножаем на 9, получается 81. Хм, think about it. Нормально. Понимаем. Сколько нужно нафармить мобов, чтобы получить определенное количество опытов, если один моб дает всего 50 опыта, и у тебя есть одна минута, а мобов ты убиваешь примерно 5 секунд. Это тоже задачка, то есть ты такой считаешь, ага, сколько мне будут платить на работе? Тоже. Считаем, вымышляем, смотрим. Сколько, допустим, мне нужно создавать видео ежедневно, чтобы через год, вот сегодняшнюю дату, у меня было определенное количество подписчиков? Это уже теоретическая математика, это мы прогнозируем что-то, что будет в будущем, это мы, так скажем, как Ванга, как Нострадамус, говорим, что будет в будущем, и, соответственно, для этого нужна математика, вот, чтобы что-то вычислять в мире. Еще один из методов математики, который может пригодиться, это, допустим, ты думаешь, как бы разучить новое произведение на фортепиано. Ты считаешь ритм, то есть ритм просчитываешь 1, 2, 3, 4, там, все дела, танцуешь, это тоже ритм, ты считаешь, плюс под определенные удары ты двигаешь рукой, то есть там на каждую вторую, ну, в общем, на доли, на определенные, я не особо шарик танцев, но там, в общем, на определенную долю ты ударяешь. Можно это делать с точки зрения просто интуитивно, то есть, о, вот тут вот бит, буду вот так вот делать, а можно это просчитывать математически, то есть аналитически это все анализировать, потому что это все анализируется математикой. Также, если ты хочешь создать свое приложение, для этого хорошо бы знать математику. Если ты хочешь руководить, создать свою компанию, по-любому там будет у вас бюджетные места, ну, не бюджетные места, а бухгалтер, который будет все считать, финансы ваши, и, соответственно, тебе необходимо с ним как-то коммуницировать, чтобы он тебя там не нашарлатанил, естественно, чтобы он там все нормально посчитал, а до момента, пока у тебя не будет своего бухгалтера, ты будешь выполнять его вещи, соответственно, тебе необходимо будет заполнять всякие бумаги, НДС, налоги рассчитывать, плюс там всякие доставки, логистики, как из одного пункта в другой доставить быстрее, чтобы почту получили быстрее, ведь клиенты-то хотят они получить быстрее доставку, а на зоне, на Алиэкспрессе, вот когда заказывают, ты такой думаешь, как бы побыстрее, чтобы тебе пришла посылка, а если ты будешь сам руководить этой компанией, то, соответственно, ты смотришь, как бы, чтобы быстрее доставили до клиента, потому что клиент это, так скажем, тебе кайф от того, что клиент рад, возможно, у тебя кайф будет появляться от того, что он тебе принесет прибыль, возможно, от того, что ты делаешь доброе дело, возможно, из-за того, что ваша компания развивается и становится более популярной, более, так скажем, громадной и несет, продолжает нести ценности, либо же вы потом летите на космос, например, то есть разные сферы применения математики. Если ты задаешься вопросом, для чего нам нужны уравнения и что это за символы, то сейчас будет второй пункт. То есть второй пункт, что еще математика, как понять ее, это просто язык. Определенный язык, на котором мы говорим. Когда мы говорим hello, то это привет, ты, естественно, знаешь. Когда я говорю там, hello everybody, what's new in your whole universe, I hope that everything is fine, тут уже кто-то может не понять, что я сказал. Те, кто уже достаточно хорошо разбираются в английском, они вполне поймут. Кто-то наполовину понял, кто-то понял, что сказав. То есть, понимаешь, вот у нас я на английском сказал определенную фразу, вот. Я скажу там, допустим, all the people understand, то часть людей поймет, это тоже язык. Либо же там, merhabana, seltsynchok, ehim, то есть, это турецкий уже, там были испанский и турецкий. Это все языки. И математика, это тоже язык формальный, который мы используем. И в этот язык мы вкладываем определенные значения. Вот знаешь, там есть вот эти вот синусы, косинусы, плюс есть y, x, ε, δ, α, ω, 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 пельмешки. Все вот эти вот есть переменные у нас, и им мы присваиваем определенное значение. Допустим, пусть x равно 3. Вот мы присвоили значение. Это то же самое, что и вот в русском языке. Есть дом. Что такое дом, по твоему мнению? Ну, если мы будем говорить с точки зрения строительства, то дом это какая-то определенная постройка, которая ограждена стенами, есть крыша. Да, это вот мы дом равно, это стены, крыша, фундамент. Верно? Вот так вот мы думаем о доме. В математике, смотри, x равняется чему-то. Это мы просто присваиваем значение определенное. Для каждого числа, возможно, значение будет разное. И каждый раз мы под эти значения меняем все. Надеюсь, я понятно это тебе объясняю. То есть, вот, x присвоили значение 3. Считаем теперь с x. Для чего нужны вообще уравнения? Уравнения нужны вот для сложных процессов. То есть, это такой некоторый способ легко посчитать что-то через обычную формулу. Объясню, что имеется в виду. Помнишь, я говорил про YouTube? То есть, сколько у меня будет подписчиков на YouTube, либо в TikTok, к, допустим, прогнозу сделать. Прогноз сделать на, например, май этого года. То есть, 2 мая 2021 года. Сколько у меня будет подписчиков, сколько будет просмотров. Если у меня заметен был до этого рост, примерно там на 20%, там мы определенную формулу составили, был определенный рост такой, и нам необходимо узнать рост, который будет 2 мая. Как ты это решишь? Соответственно, по предыдущим данным, которые у нас уже есть. Предыдущие данные дало нам определенную формулу, по которой мы это все вычисляем. А потом мы просто подставляем значения и получаем ответ. Вот так вот выглядит уравнение. По сути, их применение в этом. Всякие производные интегралы, это уже более сложные системы, когда там видоизменяется все. То есть, иногда будет видоизменяться, но это уже старший класс, там, наверное, 10-11. Привет вам всем, да. Синусы, косинусы тоже, это более сложные элементы. Не сложные даже, я бы сказал, а более комплексные, потому что они создают из легких вещей. Легкие, которые простые. Они просто объединяются в нечто большое. Аналогично и в математике. То есть, все начинается с легкого, с такого простого, а потом чуточку не то чтобы усложняется, становится комплексным. То есть, допустим, уравнение 2х плюс у равно 3, например, это вот уже комплексное что-то, вместо того, чтобы просто 2 плюс 2. Тут уже просто мы дополняем немного. Вот у нас больше слов появилось в языке. Если ты не знаешь, что означает по-английски слово chemistry, то ты такой, а, шо? Ну, это химия просто. То тут уже как бы у тебя проблемы на фундаменте твоего английского языка. Соответственно, мы подошли к третьему пункту, что необходимо сделать, чтобы понять математику. Необходимо просто заложить определенный фундамент. Фундамент и постепенно растить свой дом. Без фундамента ты особо не поймешь математику. Аналогично, как и физику. Ты будешь понимать примерно, примерно, как это устроено, но только примерно, догадываться. Вполне возможно так, а возможно и не так. То есть, ты такой будешь думать, что такое, например, ferret, a ferret в английском языке, это хорек. И ты такой думать будешь, так, что за ferret? Возможно, это там оперение, либо же сережки, либо же там еще что-то. В какой-то момент ты, возможно, догадаешься. Но когда ты знаешь, что это означает, то уже намного лучше. Соответственно, необходимо зародить весь фундамент. Фундамент математики это в основном сложение, вычитание, умножение, деление, плюс еще умение решать уравнения. Вот прям простецкие уравнения, потому что все сложные уравнения строятся из простецких. Таблицу умножения хорошо бы знать, чтобы в уме легко считать. Потому что если ты простые вещи делаешь долго, то и большие вещи ты будешь делать долго. Поэтому иногда ты не успеваешь за классом, когда класс уже далеко ушел. Бывала такая ситуация? Пожалуйста, дай ей знать в комментариях, если реально, то есть там уже в класс написал всю доску, а ты только первую строчку пишешь. Соответственно, рекомендую заложить свой фундамент. Как это делается? Просто гуглишь в интернете то, что у тебя получается сложнее всего. Допустим, как выучить таблицу умножения. Либо же... Обычно вот у меня мама репетитор по математике, педагог, точнее, по математике, и я у нее спрашивал, что самое трудное сейчас у детей, в чем у них в основном все траблы. Мама говорит, что они таблицу умножения плохо знают. В этом в основном заключается. Не все, естественно, но часть детей. Они математику, вот, таблицу умножения не очень хорошо знают, из-за этого они медленно делают, и из-за этого они не успевают за классом. Соответственно, рекомендую выучить все эти вещи. Плюс также можете всякие 11 на 11, это 121, плюс 13 на 13, 169, выучить тоже наизусть, чтобы потом просто быстрее это делался процесс. Потому что, да, можно посчитать это все на калькуляторе. Верно, абсолютно. Но намного быстрее ты это сделаешь, если это сделаешь в голове. Потому что калькулятор пока достанешь, посчитаешь, а если у тебя твой мозг работает быстро, то ты спокойно это решаешь, и потом в жизни тебе это во многом пригодится. Допустим, сразу посчитать, сколько мобов нужно убить и не тратить время в игре, например, на это. Почему бы нет? Почему бы, да? То есть сразу так вот посчитал, и все. И как прогрессировать в математике? Что рекомендую сделать? Рекомендую просто пробовать. Пробовать, комбинировать разные задачки. Начни с того, что простенькое. Естественно, в английском языке мы не идем сразу читать Стивена Кинга сразу же с первого. Вот только Хэллоу выучил, иду читать Стивена Кинга, либо Нила Геймана. Нет. Навряд ли. Навряд ли. И, соответственно, необходимо начать там с курочки Рябы, с волшебника страны Оз, например, с дюймовочки, с различных сказок, которые были... Вот прям легенькое что-то. Как мы русский язык изучаем, мы с азбуки начинаем. Вот азбука, мама говорит ма, я говорю ма, папа говорит па, я говорю па, мама мыла раму, все дела. То есть, прям с базы. Вот начни, и все будет окей. Потому что ты ощущаешь, что тебе некомфортно в математике, вероятнее всего, из-за того, что класс уже далеко ушел, а ты становишься вот где-то на старте еще. Ты, в принципе, развиваешься, но ты не поспеваешь за ними, поэтому ты иногда не любишь этот процесс. Потому что, возможно, ты боишься осуждения со стороны класса, то, что, блин, они уже далеко. Ну, подсознательно. Это не означает, что я боюсь, боюсь, боюсь. А подсознательно. Это просто такая психологическая некоторая работа, потому что все мы издревле боимся некоторого осуждения со стороны других людей. Это такой страх заложен, потому что могли убить раньше нас в древнем племени за то, что мы там что-то не выполняем, что-то делаем медленно. И из-за этого мы как-то торопимся, переживаем. Соответственно, дружище, чтобы ты не был съеден в племени и чтобы нормально настроить себя на позитивный момент, пожалуйста, решай просто, ежедневно, хотя бы что-то, хотя бы чуть-чуть. Это намного лучше тебя улучшит. То есть решай то, что задают еще, помимо просто того, что задают. Также постарайся понять, почему решается. Вот даже если списываешь с ГДЗ, например, ничего страшного в этом нет. Даже если списываешь, пойми, почему так устроено. Потому что некоторые просто списывают, а некоторые понимают, почему они списывают. Какая формула была там. Потому что тоже мама обратила внимание, что некоторые вот списывают с ГДЗ, они не понимают, почему так вышло. А вот есть некоторые, которые списывают, но они осознаны. Если они осознанно подходят, то в чему бы нет? Окей. То есть они в принципе знают, значит окей. Они уделяют время на что-то другое. Это своеобразно, как и вот про компанию помощь мы говорили. Ты, в принципе, знаешь, почему так выходит. То есть, я чекал время сейчас. Ты знаешь, почему там цифры такие вышли, и тебе не нужно это перепроверять. То есть, ты уже, в принципе, знаешь. Окей, окей. Тогда будем заниматься другими вещами, которые сейчас в данный момент более приоритетные. Собственно, друзья, спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что это видео было полезно для вас. Желаю успехов тебе в математике. Уверен, что ты будешь расти постепенно, решать всякие уравнения, заучивать формулы. Кстати, формулы тоже заучите, пожалуйста. Аксиомы, формулы. И желательно в них немного разобраться. То есть, почему именно вот это свойство теоремы Пифагора работает именно так, как там леммы указаны, аксиомы всякие. Это хорошо бы тоже выучить, потому что это базис. Это базис, особенно аксиомы просто заучите. Это реально полезно. И осознать, почему это работает. Вот это фундамент, потому что. А без фундамента дом долго не простоит. В конечном итоге он кривится, начнется. И в латюшке будете жить. Вполне возможно. Но в латюшке тоже можно счастливо жить. Поэтому, если у вас не сходится все равно пути с математикой, то не расстраивайтесь. Главное, будьте счастливы, будьте любезны, так скажем, с миром. Все у вас получится. Верю в тебя, дружище. Всего тебе наилучшего. До новых встреч. И с вами был Солнце Лучик и Гор Лучик. Всем пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!